На доске написано утверждение, которое мы сейчас только что доказали, заметив, что 2r – это всегда чётное число, а сумма d1 плюс d2 и так далее будет дредная, это не может быть сумма нечётного числа, нечётного слагаемых и ещё каких-то чётных слагаемых. Потому что когда складываешь нечётное количество нечётных чисел, то результат получается нечётный. Поняла? Значит, вот это теория мы доказали. Так вот, что мы сейчас делаем? Много лет назад, когда я ещё был только-только студентом, я увидел список из ста задач, которые тогда ходили в Москве в качестве супер-генимных задач, которые можно разбирать только при подготовке на международную монопатическую олимпиаду, только с супергениями и так далее и так далее. И среди этих задач была задача, которую мы сейчас с вами решили. Хотя, повторяю, в эту самую великую сотню она вошла. Это не означает, что она лёгкая. Просто бывают такие задачи, которые, когда вам её говорят без подсказки, то действительно нужно быть каким-то сверхзамеченным человеком, чтобы самому придумать. А с другой стороны, если вам её скажут в правильный момент с правильной подсказкой, то её, наверное, решите. Задача такая. Представьте себе, что у вас какой-то прямоугольник разрезан любым способом на прямоугольник. Ну, я не хочу сейчас многое сложно рисовать. Господа, вы, в принципе, понимаете, что такое прямоугольник? Да. Вот. Ну, вот что-то такое. Может быть, система во много раз более сложная. Может быть, какая-то хитрая система. Вот, типа того, что я сейчас здесь рисую. Абсолютно любой способ. Важно, что все вот эти вот части, все эти блики – это прямоугольники. Всё понятно? Да. И пусть известно замечательное такое условие. У каждого из этих прямоугольников хотя бы одна сторона цены. Существует цены. Целое число метров. Ну, поскольку любой прямоугольник, вот если он у вас есть, и мы знаем, что это целое число, можно разрезать на единичное, то можете точно так же считать. У каждого прямоугольника хотя бы одна сторона равна единице. Может быть, вам наклеим. Представили? Давайте я только аккуратно спешу. Значит, прямоугольник размером А на В разрезан на прямоугольники, каждого из которых хотя бы одна сторона равна единице. Или, если угодно, хотя бы одна сторона целая. Задача. Докажите, что не может быть так, что числа А и В могут не целы. Докажите, что А натуральное число или В или, может быть, хотя бы одно из чисел А и В целое. Ну, прежде чем рассказать это решение, вы согласны, что задача такая довольно философская? Потому что она, понимаете, не для какой-то конкретной картинки. Хотя, даже если бы я вас попросил эту картинку разобрать, но не сказал бы, где целое отрезствие, где не целое, то это была жуткая задача. Даже для этих. Почему? Потому что у каждого прямоугольника два варианта. Либо это целое, либо это. А прямоугольников много. И поэтому количество вариантов совершенно сумасшедших. Их поставить в ряд, то всего сумма их длин будет целым числом. Замечательнее, что ли? Они тут стоят в ряд. Так же и для этого прямоугольника. Если у них ширина равна целому числу, если у них длина... Представьте себе вот это число целое. А вот это не целое, но зато это целое. Мы не знаем, когда у нас есть прямоугольник, мы не знаем, в каком направлении он целый. А есть еще раз задача. И если не кажется, она написана на доске. Некоторые прямоугольники разрезали на прямоугольники. Любым способом. Вот как захотелось, чтобы разрезали. При этом известно, что у каждого из этих прямоугольников есть сторона пелины один. есть целая сторона. Это одно и то же, потому что если целое, то можно разрезать на несколько единичных отрезков. Докажите, что в таком случае весь большой прямоугольник тоже хотя бы одна сторона. То есть это свойство, если оно верно на микроуровне, то оно верно и на макроуровне. Между прочим, в жизни это так бывает. Кто-нибудь видел в Минералогическом музее или просто в интернете картинки кристаллов? Понимаете, что в кристалле происходит? Там есть некоторая кристаллическая решетка. Она на микроуровне. Там атомы так расположены. А в результате смотришь на большой кусок и видишь грани. Микроструктура видна на макроуровне. Здесь то же самое. Каждый прямоугольник имеет целую сторону. Мы не знаем, как они расположены. Но в результате получается, что у всей картинки одна из сторон целая. Правда, что факт выглядит тяжелая. То есть к одной из сторон большого прямоугольника все стороны маленькие прилегают своими чистыми? Нет. Нет. Не факт. Не факт. В сумме составится вот что? Да. В сумме целая. А прилегать могут по-разному. подсказка у вас есть. потому что вы сейчас на уроке о графах. Более того, написано вот это. В любом конечном графе количество решений четной степени четно. Оказывается, что вот эта задача является следствием этого. Единственный вопрос. Где граф «Возьмем количество сторон прилегающих к каждому прямоугольнику?» Не понимаю. Ребята, нам нужно придумать граф. Это, товарищ Башневич, у нас есть некая задача. В данном случае тяжелая задача. Может быть, в случае, когда это полегче. Но оказывается, что иногда удается увидеть, о чем она. Увидеть ее, придумать для нее какой-то граф, и это будет простым свойством этого графа. Ну, давайте потихонечку придумать. Вопрос первого. Что возьмем в костюм в вершину? Ну, это оказывается. Ну, вершину, вовольники. Хотя нет, задача не про вершину. Нет, почему? В качестве вершины что-то у него. Вот у нас есть разбиение прямоугольника на прямоугольнике. Мы хотим по этому разбиению построить граф. Что разумно взять в качестве вершины этого графа? Вершины прямоугольника? Конечно. Все вот эти точки. Согласна? Их, конечно, много. То есть, что, этот граф практически нарисован? Да. Да. Практически нарисован. на математике всегда так. Когда он дает задачу, обычно надо на нее хорошо посмотреть, сказать, что значит, что значит, что значит. Согласна? Да. Ну, а если там численный ответ, то это интереснее вопрос. Что такое ребра? Ребра это как раз стороны прямоугольника. Это вот все подряды в сторону. Тогда проблема, когда целые не будут отличаться от нецелых. Только целые. Правильно. Господа, когда у меня есть какой-то прямоугольник, и у него есть сторона длины 1, давайте прямо так и сделаем. Выделим у прямоугольника вот эту сторону и назовем ее ребром графом. А не целую сторону. С отрем уничтожением. Просто уничтожением. Так, только очень важные вещи. А представьте себе, что в нашем графе вот это ребро целое. понимаете ли тогда, что вот это будет ребро и это будет ребро. Понимаете? А у этого прямоугольника это же тоже будет целое. Тогда придется это и не рисовать в раз. Да, потому что это ребро помнит, откуда оно возникло. Вот когда у вас есть прямоугольник со стороны 1, любой прямоугольник со стороны 1, то мы здесь проводим ребро и здесь проводим ребро. Да, причем очень важно. Если квадрат, то мы все-таки выбираем одну из парств. Стороны проводят по другу не проводят. Потому что дальше мы запутаемся. В каждом прямоугольнике должны быть ровно два параллельных ребра. Выделены как любые. И при этом, если случайно вот с этой стороны еще есть какой-то прямоугольник, и у него это тоже выделилось, то такое ребро будет что? Двойные. А вот теперь уже граф полностью построен. Для тех, кто не очень услышал, давайте я еще раз повторяю. Вершины этого графа это в точности вершины прямоугольника. Все просто. Ребра получаем довольно хитрой конструкцией. Для каждого прямоугольника мы находим пару его противоположных сторон длины 1 и объявляем эти две стороны ребрами. При этом, если случайно два прямоугольника по стороне стыкуются, то будет двойной ребра. Скажите, пожалуйста, все понятно или нет? Все понятно. А вот теперь вопрос. В нашем новом графе чему будет равна степень вот это решение? Чему равна степень в построенном графе у левого нижнего угла? Одному. Одному. Почему? Потому что одно из его ребер по-любому. Потому что это был прямоугольник. У него одна из сторон была равна единице. Мы ее взяли, а другую не взяли. Даже если был квадрат, все равно мы взяли одну пару, а не дверь. Значит, степень это решение чему равна? Одну единице. А если эта сторона двойная? Что? А если эта сторона двойная? Я уже сказал, даже если квадрат, мы берем у такого прямоугольника одну пару. Как можно двойная и с этой стороны прямоугольника нет? Вы не поняли, что это двойное? Вы просто ничего не поняли. Когда два прямоугольника вот здесь, представьте, что вот это отрезок один, то тогда пожалуйста будет войной ребро. Но вот это ребро в любом случае одинакто. То есть его либо нет, если это не целая страна, либо если вот этот ответ один, то оно есть. Вот это не целая, один. Тогда это есть. Пожалуйста, но оно одинакто. Итак, чему равна степень? Один. А это? Один. Один. Замечательно. Ребята, мы получили замечательную вещь. Граф, в котором мы уже знаем четыре вершины и все они степени один. Отлично. Берем какую-нибудь внутреннюю вершину. Вот, например, вот эту. Скажите, а ее степень чему равна? Четырем. Нет. Да, четырем. От каждого прямоугольника по одному ребру едет. Нет, мы про новую гравь сейчас говорим. Да, про новую гравь четыре. От каждого прямоугольника по одному ребру едет, остается. И правда четыре. Народ, смотрите, когда у вас есть прямоугольник, то мы из этих двух сторон одну взяли, а одну не взяли. Когда у вас в вершине сходится четыре прямоугольника, то либо это, либо это благодаря вот этому прямоугольнику, либо это, либо это благодаря этому, либо это, либо это благодаря этому, либо это, либо это, всего степень равна четыреху. Так, понятно? Хорошо. А степень нет лишнего чмаха? Двум. Двум. Потому что в этой кроссе два прямоугольника, а от каждого поединички. Сколько Сколько рядом прямоугольник? Да, да, да. Сколько в этой вершине сходится? Вот здесь один прямоугольник, поэтому степень один. Здесь четыре прямоугольника, степень четыре. Здесь два прямоугольника, степень два. Ребята, а скажите, пожалуйста, а будут ли где-то внутри вершины степней один? Нет. А вот у этой вершины сколько степень будет? Три. Либо четыре, либо два. А, нет. Ну, одну от верхнего левого, одну от нижнего левого, а вот... Ничего от этого. И ничего от этого. Потому что у этого прямоугольника вот такое ребро, обходящее ее. Смотрите. Ребро соединяет две вершины. Когда у вас есть прямоугольник, понятно? Одно. Одно. Эта вершина является вершиной двух прямоугольников. Вы же сами говорили. Сколько прямоугольников... То есть, ну... Вершиной скольких прямоугольников она является? Такая степень. Здесь она является вершиной двух. Поэтому степень два. Очень непонятно? Да. Ну, все понятно. Замечательно. Слушайте, у тебя еще какие-нибудь числа? Один бывает, два бывает, четыре бывает. Еще больше? Ну... Может ли в вершине сходиться три прямоугольника? Не могу. Ну, хватит. Итак, степени бывают какие? Один, два, четыре. Один, два, четыре. Причем единички только по углам. Единицы только по углам. Ребята, это граф, в котором четыре вершины степени один, а все остальные черные. Угу. А вот если теперь решаете задачу, это будет означать, что вы поняли вот этот факт. А в любом конечном графе количество вершин черной степени... Какое это там? Чертное. Чертное. Какое отношение усаждение имеет к нашему праву? Ну, напрямую, как бы, у нас вот кроме этих четвертых вершин не будет неразлих ни шагов. Не понимаю. Нет, у нас есть граф, довольно сложно устроены. Множество вершин я объяснил. Это просто вершины прямоугольных произведений. Если честно, я совсем запуталась. Очень хорошо. Очень хорошо. Что? Уточни, в чем запуталась? Нет, в чем запуталась, это я вам скажу. Есть такое понятие мощности процессора. Вот если на ней процессор идет поток информации больше определенного, то процессор просто загибается. И все. Понимаете? Она ни в чем запуталась. А просто поток информации оказался, кстати, более мощным, чем процессор способен отслужить. Все. У нее там это самое переполнение, перегрев и необходимый перезапуск системы. Вот. У нас есть прямоугольник А на В. Вот. И его разрезали на мелкие прямоугольнички. И у каждого из этих вот маленьких прямоугольничков мы одну сторону называем. По условию. По условию. Есть сторона длины один. Да. То есть она целая. Вот. И надо доказать то, что если у каждого из этих прямоугольничков хотя бы одна сторона целая, то хотя бы одна сторона у большого прямоугольничка тоже целая. Ага. Так. Потом мы решили из вот этой вот картинки сделать граф. Как мы это сделали? Вершина у нас вершины прямоугольников. Вот все вот эти вот. Все, которые были. Это легко. Потом. С ребрами все посложнее. Ребрами мы... Стоп, стоп, стоп. Марта. До этого момента. Вы поняли? Да. Я вот прямо на этом моменте... Отлично. До этого момента вы поняли дальше. Итак, и у нас, и ребра, это целые стороны прямоугольника. Всего там? Только если квадрат... Тогда только две выбираем. То произвольно выбираем две параллельные стороны. Понятно. Если вдруг у нас так получилось то, что вот, допустим, два прямоугольника они соприкасаются... И у каждого мы выбрали именно эту сторону. Да. Тогда она вот так вот два раза проводится. Называется двойной ребро. То есть я... Две точки соединяем не одной веревочкой, а двумя. Потому что у этого оно целое, и у этого оно целое. И оно дважды целое. Поэтому мы его дважды... Какого мы двумя верёздочками соединяем? Если вдруг есть два прямоугольника с общей стороной. Так. Вот. Значит... И эта сторона оказалась выбранной целой стороной этим прямоугольником. Да. Понятно. Потом. В каждой из вот этих вот угловых вершин степень только один. Потому что к ним соприкасается только один вот прямоугольник. Допустим, к этой. Вот только один вот этот. А значит, от него вниз пойдёт только одно из этих ребер. Либо вертикальное, либо горизонтальное. Значит, тут сто процентов единицы. Да. Степень равна единице. В новом графике. Да. И тут, и тут, и вот тут. Потом. А... Остальные степени равны двум или четырёх. Это вы тоже поняли. Да. Всё. Больше ничего не произошло. Да. А, я думаю, вы уже доказали. Я думаю, вы уже доказали. Нет, мы ещё пока не доказали. А, но так далее. Так. Пока, надеюсь, все понятно. А вот теперь должен вступить в дело какой-то не для человека. Надо понять, что я всё доказал. Вся доказательная работа закончена. Я могу сказать. Почему? Перенатяемо. Да. Пока думаете. Ребят, я не могу удержаться от того, чтобы не сказать об этом два слова. На этой неделе произошло великое совершенно событие. Очнулся Навальный. Это, ребята, потрясающая совершенно речь. Кто очнулся? Навальный. Это такой человек, которого 20 августа отравили. Его сумели перевезти в Германию на самолёте. И он пришёл в сознание. И весь мир в фотографии. То есть Навальный, рядом жена, рядом двое детей. Все счастливые, весёлые и так далее. А кто его отравил? Отравил его наше замечательное государство. Забрещённым способом захотели, чтобы он перестал жить. Нет, я сейчас не о том, почему его отравили, а о том, что такие чудеса тоже бывают. Значит, ребята, замейте, пожалуйста, на наших глазах, буквально на наших глазах, происходит абсолютная история Гарри Поттера. Помните, как там было пророчество Гарри Поттера? Дядечка, который... Да? Волан-де-Морт. И Гарри Поттер. Услышал пророчество, что есть мальчик, рождённый там... В конференте умеет убить. Да. Значит, и ты отметишь его равно в себе. Помните, да? И пока один из вас не умрёт, тогда он не успокоится. Да, да, да. Ребята, это же ровно оно. Вообще, Господин Гарри Поттер, это просто ровно оно, да? Как Гарри Поттер, это вот этот блогер. Какой блогер, господи! Ну, блогер, да, блогер. Это человек из всякой власти. Абсолютно из всякой власти. Это просто удивительным образом, понимаете? Вот, это же потрясающая речь. Человек, который, действительно, без всякой государственной власти, умудрился... Видите, вот, до него был Немцов. Немцов шёл по городу. Его, значит, из пистолета застрелили. И он мёртвый. Политический деятель. Да, у него был такой политический деятель. Вот. Ай! Его, значит, это самое, там, намазали, налили. Что там с ним сделали хорошего его яда? Он очень даже понял. Он впал в кому, и 20 августа, там, вот, буквально, там, несколько дней назад его немецкие врачи, там, все мощи медицины, еле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Он, там, два дня назад стал дышать. Вот. Но, господа, это же потрясающая история. Это же, знаете, это же вот Гарри Поттер на наших глазах. Есть злодеи, которые, там, захватили весь мир, которые, там, убивают всех подряд. Вот. Есть. Это самое. Потрясающе. Итак, возьмем, возьмем вот эту вот сторону. Да. И надо проверить, она целая или не целая. Да. Ага. Я проверю это так. Допустим, вот эта вот прямоугольничка, вот эта сторона целая. Да. Значит, вот эта не целая. Ну, неизвестно. Ну, что ведь целая? Ну, скажи, дальше так. А. Ну, тогда нет. Ну, потому что я хотела сказать то, что, раз у вот этого вот это не целая, значит, вот это целая. Так сказать, прошу. Нет. Теперь совсем глупость. Да. Нет. Тем не менее, чего добавили? В математике глупость сказать очень тяжело. Обычно что ни говорили, все равно какое-то рациональное зерно в этом найдется. Чего он реально хотел? Он хотел как-нибудь пройти из левого нижнего угла в какой-нибудь другой угол. Ну, нормально. Ведь это же была ваша мечта. И вот если пройдете, тогда будет здорово. Представьте себе, вы как-то по ребрам, внимание, все помнят, ребро обязательно целое. Правильно? Вы как-то по ребрам отсюда вдруг дошли сюда. Да. Да. Куда идем мы с передачком? Большой-большой секрет. Не, расскажи мне о нем. Да, да. Понимаете, да? Топали, 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 и сюда пущем. Да. Слушайте, понимаете, что вы каждый раз двигались на единицу по горизонтали или по вертикали? Да. При этом по вертикали можно вообще не смотреть. Мы по горизонтали все время двигаемся на единицу. А все ребра, которые были отсюда сюда? Они целые. Целые. Они были длиной один. Поэтому, если у вас есть хоть какой-нибудь путь по рукам нашего графа, который проходит отсюда сюда, то эта сторона целая. Согласны? Да. Отлично. Ну, господа, а пусть мы сумели отсюда сюда дотопать. То это то, и то, и то целое. Только тогда мы не будем смотреть на перемещение по горизонтали, вообще не будем смотреть. А скажем, что по вертикали целое. А если мы отсюда сюда дотопали? То и то, и то целое. А никуда не дотопать мы не можем, потому что мы вышли из единички и должны прийти в единичку. В любом конечном графе количество вершин нечетных стих нечетных. Ребята, если мы пояснимо то, что называется компонентно-связанность. То есть, выходим вот из этой вершины и ходим только по ребрам. Услышали меня? Да. Ходим только по ребрам. Смотрим, в какие вершины в принципе может дойти. Если среди этих вершин не будет ни одной из вот этих, то в компоненте связанности будут только такие степени. Один, там несколько двоек и несколько четверых. А так не бывает. Чтобы в графе была одна вершина степени один и все остальные черные. Не бывает. Поняли? Да. Правда красиво? Красиво. Красиво. Давайте обсудим, есть ли у этого только какой-нибудь народохозяйственное применение. Поступить в какой-нибудь засчитать? Нет. Это не поможет. Нет. Господа, есть ли какая-нибудь простая задача, которая мгновенно следует из этой? Ясно? Задача очень известная. Задача эта очень известная. Обычно я чуть-чуть по-другому решаю. Но давайте я расскажу. Берем квадрат 10 клеток на 10 клеток. И спрашиваем, можно ли его разрезать на полоски размером 1 на 4. Ответ. Нельзя. Так. Пожалуйста, докажите этот факт, используя только что доказанную теорему. Если нам надо разрезать на 1 на 4, то получается мы должны, а так как у нас стороны 10 на 10, то получается у нас и там стороны целые, и там стороны целые. То можно весь масштаб в сколько хочешь раз увеличить или уменьшить. Знаете, географическая карта. Масштаб в одном сантиметре столько-то километров. Замечательно. Давайте так сделаем. Пересчитаем все в 4 раза. 10 четвертых это сколько? 40. Нет, это не 40. 2 с половиной. 2 с половиной. А, поделить. 10 четвертых это 2 с половиной. А какие прямоугольнички? Ага, то есть у нас во всех прямоугольниках минимум одна штука целая, а в большом нету целой. Да. Вот эта сторона целая. И получается, что я вам скажу, что если чуть-чуть подумать, то можно даже получить необходимое и достаточное условие того, когда прямоугольник размером А на В можно разрезать на прямоугольнике размером X на Y. Так, слушайте, голосование. Рассказать это или не рассказать? Значит, кто считает, что рассказать? Так, раз, два. Замечательно. Ну все, большинство победило. Большинство победило. Почти. Это я не вполне хотел, я думал, что точно третьего. Ну ладно. Уж если нас на это понесло, то в конце концов это не страшно. В конце концов это не страшно. Так, скажите, пожалуйста, вы полностью поняли вот это все? Да. Замечательно. В таком случае я сейчас напишу теорему. Прямоугольник. Прямоугольник. Размером А на В. можно разрезать на прямоугольники размером альфа на бета. Ну а, В, альфа и В это все положительные числа. Тогда и только тогда. Тогда и только тогда. Когда. Вот дальше пойдут довольно сложные условия. Впрочем, если так внимательно посмотреть, не такие уж они сложные. Посмотрите. Жил-был по большому угольнику. И это немного разрезали на маленькие. Я уже, я стерл, к сожалению, но помнить, да, что такое было. Не знаю, как это устроено. Какие-то там маленькие. Они должны быть все одинаковые. Но это уже слишком мере будущей. Если срочно были все одинаковые. Это очень понятно, да? По свойствам они должны быть все одинаковые. Понимаете ли вы, что в таком случае вот эта сторона состоит из нескольких альф и нескольких бет? Да, да. Либо из всех альфа или из всех альфа. Нет, так сложно. То есть ненулевое число альф не отрицает, не может быть и но. И не отрицает это число бет. Так? Да. Так вот это и будет наше первое условие. Значит, первое условие такое. А равно альфа К плюс бета Л. Где К и Л что? Где К и Л больше или равны нуля целые числа. Не буду писать, что там К и Л лежат. Потому что вы считаетесь понятно. Так. Второе условие. Абсолютно верно. Б это есть альфа М плюс бета Н. Можно я здесь пишу К и Л, М, Н. К, Л, М, Н это числа не отрицательные и целые. Так. Все понятно? Да. И вот еще. Третье условие. Ну на самом деле третье и четвертое. А вот обязательно все прямоугольники они равны между собой? Так. Все равно. Я написал не равны. Не потому что, ну, ребят, ну, я заумжусь пытаться подобрать, как они были равны. Так. Мне нужно еще третье условие. Кто понимает, какое условие, мы только что доказали. У нас была такая большая теорема сейчас только что доказана. Помните про единицу? Да. Если у всех треугольников есть сторона длины один, то? То и хотя бы одна сторона должна быть. То есть А или В должны делиться на Альфа или В. Молодец. Только не Альфа или В. А мы делаем так. Мы сначала весь масштаб уменьшаем Альфа. Давайте условно напишу. Мысленно. Вот у нас есть стороны А, В, Альфа, В. Мы берем все и пересчитываем, чтобы Альфа превратилась в единицу. Во что тогда превратится В? В В альфовых. Во что превратится В? В В альфовых. Во что превратится А? Согласны? И получается, что у нас есть разрезание на прямоугольнике, у каждого из которых есть сторона длина один. Значит, одно из этих чисел что? Тоже со стороной кратной единицы. Правильно. Вот где-то пишем. А или В делится на Альфа. Ребята, или, напоминаю, в математике означает, что может быть что и то и то одновременно. Тоже может быть. Это не исключающий. Да, не исключающий. Или это, или это, или умность. Хорошо. И наконец последний четвертый. Кто Альфа или Бетта? Ой, А и В делится на Бетта. Вот. Да? А почему тогда и только тогда? Ну, почему не просто только тогда и не просто тогда, а тогда идёт? Смотрите, если, ну, совсем понятно объяснить. Вот если мы берём любой треугольник и знаем, что у него все три стороны равны. Ага. Понятно, что в таком случае один из его углов 60 градусов? Да. Отлично. Теперь наоборот берём треугольник, у которого есть углов 60 градусов. Да. Обязательно у него все три стороны равны? Нет. Вот это случай, когда нельзя сказать тогда и только тогда. Тогда и только тогда по-русски говорят многими разными способами. Иногда говорят в том и только в том случае. Иногда это два равносильных утверждения. Иногда это то же самое. Потребует того-то, значит, потребует того-то. Тогда только тогда, значит, если не так, то и не так. То и не так. А если так, то так. Понятно, да? Да. Между прочим, в английском языке, вы знаете, что здесь много более коротких слов, чем в русском. Как в английском языке говорят слово «если»? «If». Отлично. А теперь смотрите, какая забавная вещь. В английском языке есть короткое, понятное слово «if». В русском языке это «если». Как сказать «если» и только «если» по-английски? «If». Молодец. «If» и «only» «if». Молодец. «If» и «only» «if». Потому что в математических текстах вот это «if» и «antomb» и «if» встречается настолько часто, что уже нададилось. Кстати, иногда напишут вот так. Но Фуксов судил, что вставлять в нормальную речь вот такой значок странно. Потому что мы привыкли, что если текст, то он весь написан там «фуме». И поэтому он предложил вот это «if» и «if». «Кольтка» – понятно. Я знаю. Это пока еще не стало нормой. Тогда надо в русском языке тогда «да» писать. «Если». Нет. А в русском языке еще лучше. «Если». 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 Фуксов, правда, по-русски говорящий не хуже, чем по-английски. В русском языке он предложил следующую вещь. Вместо вот этих вот «надоедающих» «тогда» и «только тогда», «тогда», «тогда» – целая строчка». Умный Фукс сказал, а давайте мы в русский язык добавим понятное любому нормальному русскому человеку слово «экви». «Экви»? «Экви»? «Да». «Эквивалент». «Экви». «Тогда» и «только тогда». «В том и только в том случае». «Экви». «А почему?» А слово «эквивалентно». «Неужели вы не слышали?» «Ну как, по-английски «эквалити»?» «Нет». «Эквалент». «Иквал connected». «Оно». Так вот «экви» – совершенно замечательное русское слово. Ну, конечно, оно произошло из латинского, но если «привыкнуть и употреблять», то речь познёсрается более кредической. «А почему?» Что «эквилен». «А почему «эквилен»?» «Я掉 «эквилен»», почему «эквилен»? «Ну, потому что если вы вспомните, что такое эквивалентность…». «Ч�ешь такое эквивалентность?» Но, с другой стороны, как не называют, не так уж и важно, ребята. Важно ведь теорему делать. Все эти наши фирментические шутки, это хорошо, но когда это шутки? Еще раз, скажите, пожалуйста, вы в одну сторону поняли или нет? Вот если у вас не бывает, если у вас это пример, примерно не бывает, либо понят, либо не понят. Итак, давайте, у нас есть прямоугольник, большой прямоугольник, как нерв, а на б. Представили? Его как-то разрезали на плиточке, каждая размером альфа на б. Представили? Да. Представили. Отлично. Давайте соображать. Если есть разрезание, поняли ли вы, что в таком случае существуют такие к и л, что отрезок длины а, это несколько штук альф и несколько штук альфа. Да. Не отрицательное количество альфа, не отрицательное количество альфа. Это будет? Да, будет. Еще раз, то есть первое условие, оно просто очевидно, потому что ты идешь вдоль отрезка и смотришь, смотришь на любой из этих отрезков или альфа, или б. То есть здесь все хорошо, так? Отлично. Второе условие очевидно? То, что такое же. Почти. Потому что надо идти по вертикальной стороне. Да. Так. То есть это уже все поняли? Да. Отлично. Третье условие. Ну, это длинная теорема, которую мы доказывали. Да. В точности она. Да. Если у вас есть, ну, правда, там может быть разные прямоугольники, лишь бы у каждого из них была страна длины один. То есть это частный случай этой теоремы, да? Все поняли? Да. Вот. Значит, а и б делятся на а. Ну и четвертое. А и б делятся на б. Тоже сложно. Надо просто изменить масштаб. Не альф раз, а в б раз. Да? Все будет на б. Все. Значит, ребята, в одну сторону мы поняли. Если есть разрезание, тогда все эти четыре условия что? Развыкнут. Выполнены. Отлично. А теперь нужно наоборот. Пусть эти четыре условия выполнены. Нужно в таком случае объяснить, что есть разрезание. Совсем легко и внимательно прочитать, что от вас требуется. Совсем-совсем легко. Устроение, если введут от слова «есть разрезание». Нужно разрезать. А, ну, так, то есть, если все эти четыре условия равны, почему стоят? Нет, условия не равны, а верны. Если смотрите, вы сейчас чертите, вы сейчас чертите ручки полоску. Смотрите, что это означает. Это означает, что вы глубоко задумчивости. Правильно? То есть, вы выключили свою нервную систему. И в результате, что называется, не получаете даже того, вот это страшная вещь, у людей, к сожалению, очень развита вот эта вот штука, что если я не первый, то пусть я буду никем. Это очень хорошая вещь, потому что в результате, как бы сказать, когда собирается несколько человек, то, понимаете, что называется, там один из них там говорит, а другие уходят в... Нет, в принципе, биологически это понятно. Потому что, когда мы там бегали в Африке, то действительно кто-то один лидер, кто-то ведет стаю, а остальные, невякая, за ним бегут, да? Но проблема в том, что с деревьев мы там слезли, а те привычки не остались. Во время учебы человек, который что-то не понял, выключается со всем. Это неправильно? В какой момент вы выключились? Когда вы начали рассказывать про первое право с первого условия. Супер. То объясните мне первое условие. Вперед. Смотрите, в следующий раз вы должны об этом сказать, а не об этом заняться. Чего-то относится ко всем, ребят. Быстрее. Итак, первое условие. А это альфа К плюс бета Эль. Для некоторых целых неотрицательных чисел К и Эль. Да. Правда, поняли? Число А выражается через альфа и бета вот в какой-то такой формуле. Альфа 0 или больше целых чисел, и бет 0 или больше целых чисел. Итак, вот это у нас А. И смотрим. Если прямоугольник вертикальный стоит, пусть будет альфа, а если он лежит, то будет бета. Итак, получается, что у нас вот эта вся грань собирается из альфа, альфа, бета, альфа, ну и так далее. То есть она состоит из альфа и бета, и ничего больше. Которые взяты несколько раз. Да, которые взяты несколько раз. Причем, либо альфа, либо бета может вообще быть, если они все вот так стоят. Понимаете? Потом. Первый условие, поняли? Отлично. Второе условие, оно точно такое же, но для вот этой стороны. Б выражается, как несколько альф и несколько бет. Да. Потом. Третье условие, если А или Б делится... Ну и если. Третье условие. Хотя бы одно из чисел А и Б делится на альфа. Ну, мы это поняли, если за... Это предыдущая теорема. Да. Только если изменить масштаб в альфа раз. То есть все длинные... Вот на плоскости такая операция, скажем, измеряли все расстояния в метрах, берем и измеряем все расстояния в дюймах. Или берем и измеряем все расстояния в тысячах километров. От этого, по сути, ничего не меняется. То есть числа в сколько-то раз пересчитываются, но по сути ничего не меняется. То есть масштабную культу. Можно сказать, что альф превращается в единицу, то есть альф поделить на альфа, и все мы числа эти делим на альфа. Если А либо Б равняется целому числу натурального... Целое число альфа. Целое число альфа, да. Ну, тогда все хорошо. Это в предыдущей теореме. Если было разрезание на прямоугольник, у каждого из которых есть сторона длины один, то и у всего большого есть сторона целой длины. Поняла? Да. Так, вроде мы дожили конца. А четвертое то же самое, если все повернуть и альфа заменить на бет. Не надо ничего поворачивать, надо просто пересчитать весь масштаб в бет раз. То есть там в альф раз делили, а надо его делить на бет. Да. Ну, как бы, вроде все. Поняли? Отлично. Так, вот есть еще страдающие. Так, сейчас условия теорема сделать. Того, что мы сейчас доказываем. Все понимают? Да. Отлично. Слушайте, ребята, у нас осталось 7 небольших минут. Пожалуйста, может ли кто-то решит доказать ее? В одну сторону можно только что понять, что все хорошо. Если есть разбиение на треоугольнике, то все эти четыре условия верны. Теперь нужно наоборот. Пусть четыре условия верны. Ну, теперь мы дремляем все понятно. Не понял. Пусть верны все четыре условия. Нужно объяснить, почему тогда прямоугольник можно разрезать. Прямоугольник размером А и В, А на В. Можно разрезать на прямоугольничке размером альфа на В. То есть, надо доказать, что именно можно на прямоугольнике альфа на В. Да, конечно. Стать измерки. Ну, тогда, получается, мы же, если у нас верны все эти условия, то тогда первая вот у нас А сторона, это, получается, альфа, ну, сколько-то альф плюс... Значит, мы можем как бы разделить вот эту сторону на альфа и В. Мы можем, только картинка получается уж больно какая-то странная. Ну, так как мы теорем выявили все, но сегодня уже не успеем, поэтому давайте я это сотру. Смотрите, какая ваша проблема. Одна сторона, конечно, состоит из нескольких альфа и нескольких В. То есть, это будет альфа, 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 альфа и В. Другая сторона там состоит. Альфа, 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 ну и там В, это В, это В. Пожалуйста. Казалось бы, можно провести такие, да? Да. Маленькие проблемы. Здесь возьмите квадратик со стороны Альфа. Вот здесь все замечательно. Возникнет альфа на бета прямоугольник. Это хорошо. А вот здесь возьмут квадратики альфа на альфа. А здесь возьмут квадратики какие? Бета на бета. Что с ним делать, что он непонятно. Первых двух условий не хватает. Очевидно, не хватает. Стоп, ты приедешь, что верны все четыре условия сразу. То есть, значит, если А или В делится на альфа, то получается у нас... Вот тут измолодец. А или В делится на альфа. В третьем условии написано, что А или В делится на альфа. Когда у вас есть два варианта, один из которых верен, что вам в реальности нужно сделать? Нужно просто... Значит, раз у нас А или В делится на альфа, то получается у нас... Мы все альфа у нас, соответственно, делятся на альфа, а сейчас все... Ну, логично альфа делятся на альфа. Значит, мы всю сторону, получается, можем разделить на альфа. Мы должны целую сторону на альфа, а потом целую на бета. Да. Это на самом деле, ребята, кстати, одна из проблем, опять-таки, нашего мозга. Вот когда у нас написано там что-то или что-то, человек, вот в отличие от компьютера, который легко, спокойно делает задачу на две, запускает одну программу, решающую одну задачу, решающую другую задачу, очень часто наш с вами мозг мучительно соображает, как же это не было. Или то, или то. Может, ты слышишь, есть такая история про буриданного осла? Я не знаю. В чем он стоит? Но он не может вырубать, а между двумя строгами сена, а между двумя строгами сена, когда мы разговаривали, что-то плохого. Это замечательный шум. Осел. Стоит. Между двумя, совершенно замечательными блюдами. Египетичным. Проблема в том, что они расположены в столько раздаковое состояние. Я не помню, что они одинаковые. Абсолютно одинаковые. На одинаковом состоянии. Вопрос. По какому принципу он примет решение? Надо посчитать соломинку. Вот. Надо посчитать соломинки. Когда посчитал, выяснилось, что тоже плохое. Это древняя-древняя история. Между прочим, она имеет замечательное продолжение в современной биологии. Потому что выяснилось, что в нашем организме есть специальные нейроны, которые решают проблему британного осла. То есть они выбирают случайно? Идея такая. Вот у вас здесь какой-нибудь нейрончик. На него... Ну там он дает или такой сигнал, или такой сигнал. И на него приходят одинаково, что давать то, что давать этот. Что вы делаете? Ну, казалось бы, он должен спятить. Ну, а в других нет же. Специальные есть нейроны, которые в случайный момент времени берут и дают вспышку. Дают пинус. Для того, чтобы он веселее будет. Винок направляющий, он идет, куда надо. Ребята, если бы таких нейронов у нас не было, то мы очень часто с вами бы так зависали. Потому что в жизни ситуации, когда все равно, что делать, того немного бывает. А можно обойти слева, можно обойти справа. Ты стоишь на дороге долго. Да, это зависит все. Ты стоишь на дороге, ты стоишь на дороге. Народ, все-таки, какие плохие ни были, но вы умнее осла. И вы, подожди, не ослабься, бульдан вас осла. Вы умнее бульдан вас осла. Костролика слов не знаю. Внимание. Алло. Так, осел, там, звучит, скажется, персонаж, поэтому он, все нормально. Я никого сейчас не обидел. Дарод, давайте с такой разберем, простите меня, 4 случая. Объясняю, откуда я говорю, 4. А или А. В делится на альфа, А или В делится на В. Какие здесь реально 4 случая? Значит, А делится на альфа, В делится на альфа, А делится на В. Стоп, стоп, получение. Все согласны, что это те самые 4 случая? Да. Да, отлично. Теперь разбираемся. Вот этот первый случай, стопроцентно очевидно. И последний случай. Почему мы это знаем? Потому что если А это несколько альф, а В это несколько бет, то тогда просто-напросто отрезок А делим на отрезки длины альфа, отрезок В делим на отрезки длины бета и проводим вот так вот в линии. И все получается. Все. Значит, сюда пишем, пишем. И в последний тоже. Б это несколько альф, А это несколько бет, значит, вот так вот проводим и все получается. А вот теперь очень интересная штука по Б. Если у нас так получилось, что отрезок длины А делится и на альфа, и на бета. Ребята, надо вспомнить первую скопию. Вот здесь на первом условии было вообще не нужно. А сейчас нужно вспомнить первое условие. Отрезок длины А это несколько альф. Нет, теперь уже неинтересно. Мы знаем, что это несколько альф и даже если как и бет. Нет, второе условие, не знаю. Второе. Надо вспомнить второе условие. Б это сколько, это альф и пи. Это сколько это альф? Вот давайте рисуем. Б это несколько альф и одна бет. Ты представили? Да. Бета, альфа, ну вот два альфа. И одна бет. А теперь, замечательная вещь, господа, а я же могу весь мой прямоугольник разрезать вот так вот, на два прямоугольника. Могу? Да. Вот если вы мне сейчас объясните, как верхний режется на прямоугольничке размера альфа и бета? И как нижний режется? Да, как? Верхний делится по бета, а нижний делится по бета. А, делится на отрезки длины бета. Согласны? Да. Вот так. Замечательно. А здесь? А здесь на длины альфа. А здесь а делится на отрезки длины альфа. И получается, эта верхняя сторона, она делится и на бета, и на альфа. У нас написано, что бета случилось. То есть мы, короче, вот эти столбики просто сначала... Здесь мы прямоугольники кладем вот так, а здесь мы их ставим вертикально. В этом случае а делится и на то, и на то. Но поскольку сторона б это несколько альфа и несколько бета, то мы, соответственно, так делаем. Победа? И альфа тоже сам. И альфа тоже сам. Только надо наоборот взять отрезок длины а по первому условию. Представить, как несколько альфа и несколько бета. А после этого, опять, здесь мы горизонтально проводили отрезок, там надо быть вертикально. Понимаете, да? Еще получится? Победа. Победа.